Что за разговоры пошли о продаже акции компании Алроса? Откуда это взялось и насколько обоснованно? Само собой, встречающиеся слова Алроса, акции, продажа в одном предложении тут же вызывают резонанс у населения и ясно почему. От Алроса, как известно, зависит треть бюджета всей республики, соответственно, настоящее и будущее нашего региона. И одна мысль, что Якутия каким-то образом может остаться неудел в управлении алмазным гигантом, вызывает у людей понятное беспокойство. Все началось 2 февраля, когда правительство России утвердило план приватизации госимущества на следующие три года, в которые также вошла продажа акций Алроса. Согласно этому документу, государственная доля в компании должна быть сокращена до 29% и одной акции. Сейчас у федерального центра 33%. Собирается ли Москва продавать только свою часть акций или приватизация коснется и якутских акций, которых у республики сегодня 25% плюс одна? Этим вопросом задавались якутяне после того, как СМИ растиражировали то самое постановление правительства страны. Тут же эту тему прокомментировали глава Якутии Егор Борисов, Минимущество республики, эксперты, депутаты и юристы. Обо всем по порядку и подробнее наш корреспондент Туяра Филиппова. Правительство страны намеревает сократить доли участия в госкомпаниях, считает возможным снизить блокирующую госдолю в некоторых предприятиях с 50 до 25%. Это принесет дополнительный доход в федеральный бюджет, позволит сократить расходы резервного фонда и будет способствовать более эффективному управлению предприятиями, когда они попадут в частные руки, считает федеральные власти. Напомним, что при первой большой приватизации в 2013 году на бирже было реализовано по 7% федеральных и республиканских акций алмазной компании. В 2016 году было продано еще около 11% акций из федерального пакета. До 2013 года в собственности Российской Федерации 50,9% акций Алроса, сейчас 33%. В собственности Якутии 32% акций, сейчас 25%. В собственности восьми улусов Якутии 8% акций, сейчас 8%. Второй этап приватизации по утвержденному плану приватизации предполагает сокращение доли в Алроса до 29% плюс одна акция. При этом, как исходит из документа, с формулировкой с координацией продажи акций, находящихся в собственности Якутии и муниципалитетов. Что это значит? Ну, во-первых, поясним, что позицию республики в этом вопросе глава республики Егор Борисов высказал недавно в интервью корреспонденту издания «Дальний Восток». На примере компании Алроса государство является эффективным собственником. С этой точки зрения нет необходимости в приватизации. Егор Борисов в интервью ДВ. О том, что в продаже еще 8% акций, сейчас нет необходимости, в конце прошлого года высказал свой президент компании Андрей Жарков. Естественно, все зависит от задачи цели. Если, как вы правильно сказали, с точки зрения менеджмента компании, я считаю, что на сегодняшний момент структура акционерного капитала сбалансирована, и она отвечает задачам развития компании, и она сбалансирована для эффективного развития компании. Так откуда появилась в документе эта формулировка с координацией акций Якутии? Вот эта вот формулировка, связанная с координацией, она появилась еще в конце 2011 года, вот когда обсуждался план приватизации на 2012 год. И, собственно говоря, он и означает координацию, как со стороны Российской Федерации в отношении республики, так и в отношении республики со стороны Российской Федерации. С точки зрения же направления средств на развитие инфраструктуры на территории республики, это было наше предложение тоже в конце 2011 года, которое вот вошло в план приватизации 2012 года. Мы, когда в прошлом году уже обращались в адрес правительства Российской Федерации по поводу того, что уже нецелесообразно включать такую формулировку, с учетом того, что мы в свой прогнозный план приватизации не включили эти пакеты акций, которые находятся в собственности республики, то Российская Федерация, она нам дала ответ в лице письма от Росумущества, скажем, в виде письма от Росумущества. И да, они подтвердили, что в соответствии с 131-м федеральным законом, и с 184-м федеральным законом, республика как субъект полностью самостоятельна в распоряжении своим имуществом, и здесь кто-либо повлиять на нас не может, что мы должны сохранить госконтроль. И Алроса, компания, она для нас важна. О том, что республиканский пакет акций Алроса необходимо сохранить, говорят и депутаты. На сегодняшний момент, когда половина, почти считайте, собственных доходов зависит от одной компании, мы должны участвовать в ее управлении. Но с перспективой, когда лет через 10-15, когда уже компания Алроса станет занимать меньше места в бюджете, можно будет рассматривать вопрос по реализации всех этих акций. На сегодняшний день 25 плюс 1% акций защищены республиканским законом, и поэтому без участия в госсобрании Алтумен это сделать невозможно. Что касается акций улусов Алмазной провинции, то решение об их продаже – прерогатива самих муниципалитетов, считают эксперты. Если Россия продает 4%, у нее все равно останется 29% акций. У республики 25%. И вероятно, что республика вынуждена будет продать еще 4%. Вот эти 4% я предлагаю, если будет такое решение принято в совместной республике и России, то 4% нужно продавать именно из акций муниципальных образований. И вот эти деньги пойдут на развитие улусов Алмазной провинции. В самой рискованной зоне находится, конечно, 8% акций муниципалитетов Алмазной провинции. Почему? Потому что они законом-то не защищены. Но, с другой стороны, как церковь отделена от государства, так и муниципалитеты отделены от государства. Это должны решать сами депутаты районных советов и принимать решение – продавать, не продавать. Чисто с юридической стороны, акции, принадлежащие республике и муниципалитетам, защищены как акционерным соглашением, соответствующим республиканским законам, так и указом главы о перечне стратегических предприятий. Помимо этого, все ранее существовавшие споры по Алроса, в том числе и имущественные, были урегулированы в виде мирового соглашения, подписанного в декабре 2006 года. В прошлый раз наше правительство сумело отбиться, поэтому Российская Федерация продала часть своей доли. Но сегодня они настаивают на том, чтобы республика участвовала. То есть вот это слово «координация» оттуда и вышло, пошло. Потому что они не могут вольевым порядком заставить. Но они говорят, давайте мы скоординируем действия. Но для любого действия нужна конкретная цель. Ради чего это делать? Вот у нас в республике пока что такой цели нет. Я как понимаю, вот Егор Афанасьевич в последний раз выходил. Цель в Якутии это, конечно, получение стабильных доходов, а не разовых доходов. Мы же видим, что большой объем денег, которые сразу приходят, в большей степени вызывает раздражение у той или иной стороны. Будут ставить еще неоднократно, в такой мягкой форме. Но получается, что Россия сегодня еще болевая точка для них. Между тем, как стало известно в пятницу, Минфин России не видит возможности приватизации нового пакета «Алроса» в текущем году. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Не на этот год точно. Там надо договариваться с другим акционером Якутией. Мы всегда говорили, что продажа федерального пакета за пределами 10,9% невозможно. Сейчас мы продали от федерации ровно столько, чтобы дойти до них. По словам Моисеева, переговоры между Росимуществом и Якутией еще не начались. Так что разговоры о дальнейшей приватизации «Алроса» все же будут продолжены. И, скорее всего, в 2018 году. Туяра Филипова, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. Если подробнее остановиться на мнении главы республики на эту тему, то Егор Борисов недвусмысленно заявил о том, что нет необходимости в продаже еще 8% акций «Алросы». Цитата. «Пока мы довольны своими долями, на примере компании «Алроса» государство является эффективным собственником. С этой точки зрения в приватизации нет необходимости», заявил глава республики.